Пластмассовый конструктор Время идет. Появляются видеомагнитофоны и сотовые телефоны. Разноцветные, с удобными тумблерами и пластиковыми кнопками. Деньги считают сначала на калькуляторе, затем на компьютере, а потом и сами деньги переселяются на пластиковую карточку. Технологии не стоят на месте. Мы покупаем микроволновки, одноразовые бритвенные станки, йогурты в баночках и коробки с вимами на DVD. Где жарко, пьем колу 05. Где холодно, устанавливаем стеклопакеты. Мы садимся в машину, включаем поворотник и трогаемся. А под нами уже современная, ровная дорога, поскольку и в ней нашлось применение пластику. Вообще, сам термин «пластик» — это общее название для множества схожих веществ. Объединяет их одно — все они либо полимеры, либо созданы из полимеров. Однако каждый материал обладает своим уникальным набором показателей. Прочность, точка плавления, устойчивость к низким температурам — у всех разные. Это и определяет сферу их применения в реальной жизни. Если мы за рулем, то перед нами так называемый АБС-пластик. Его используют в автомобилях для приборных панелей или, например, бамперов. Во всей России есть только одно место, где он производится — в 50 километрах от Тулы, в городе Узловая. Предприятие так и называется — «Пластик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Эта разновидность пластмассы носит название АБС-пластика, поскольку изготавливается из трех компонентов. Это акрилонитрил, бутатиен и стирол АБС. Как мы уже говорили ранее, пластики не всегда получаются синтетически. Это амбровое дерево «Ликвид Амбар Ориенталис». Оно произрастает в Малой Азии и Сирии. В 1839 году из его смолы, так называемого стирекса, немецкий аптекарь Эдуард Саймон выделил бесцветную маслянистую жидкость со специфическим запахом, который он назвал стирол. Через несколько дней Саймон обнаружил, что раствор сгустился и превратился в желеобразную массу. Это и был полистирол. Саймон тогда предположил, что странное превращение было вызвано кислородом. Однако через 6 лет английский химик Джон Блит и немец Август Вильгельм фон Хоффман опровергли эту гипотезу, поскольку даже в отсутствии кислорода стирол повел себя так же. Через 20 лет французский химик Марселен Бертло докажет, что причиной загадочного превращения послужила цепная реакция полимеризации. А еще через 80 будет обнаружено, что к началу такой реакции приводит нагревание. Этилен гликоль нам интересен не только сам по себе, но и как компонент. Добавив его к терифталевой кислоте, можно провести реакцию поликонденсации и получить полиэтилен терифталат или просто ПЭТФ. ПЭТФ Обозначается он вот этим знаком. Вы могли видеть его на различных продуктах. Из ПЭТФ делают волокна для ткани. Знакомые нам надписи на футболках 70% хлопка и 30% полиэстера обозначают, что треть изделия сделана как раз из ПЭТФ. Пластиковые бутылки для безалкогольных напитков, пищевые пленки, дискеты, магнитные ленты, кинопленка, фотопленка, рентгеновская пленка. Везде присутствует полиэтилен терифталат. Перенесемся в Благовещенск на завод Полиев. Итак, мы уже выяснили, что для синтеза ПЭТФ нужны этиленгликоль и терифталевая кислота. Этиленгликоль поставляется сюда из Дзержинска, где расположен завод окиси этилена и гликолей. А терифталевая кислота синтезируется прямо на месте из уже известного нам пароксилола. Это позволяет Полиеву каждый год производить свыше 120 килотонн полиэтилен терифталата, что делает его крупнейшим производителем ПЭТФ в России. Полученный продукт принято называть двумя латинскими буквами ПИЭС, что означает полистирол. Что же такое полистирол? Это огромное количество бытовых предметов. Коробки для компакт-дисков, одноразовая посуда, игрушки, пластиковые бритвенные станки, стаканчики для йогуртов, коркусные элементы бытовой техники, медицинский инвентарь. Список можно продолжать долго. В процессе полимеризации в стирол можно добавлять различные вещества, изменяя конечные параметры полистирола. Например, в ходе реакции полимеризации в стирол можно добавить воду. В основном они производятся в Кемерово на предприятии Артон и представляют собой геосинтетику – современные компоненты для улучшения автодорог. Вот так выглядит геосинтетика на конвейерах Артона. Субтитры добавил DimaTorzok Конвалан используется для разделения слоев, находящихся под асфальтом любой автодороги. Колейность, на которую так жалуются водители, образуется как раз в результате давления колес на асфальт и находящиеся под ним природные слои. В результате происходит смешивание слоев и дорога быстро изнашивается. Однако Конвалан не панацея. В некоторых случаях более оправдано применение другого аналогичного продукта, получившего название Абролат. Это полипропиленовая решетка, также служащая разделителем между слоями природных заполнителей. Однако в случае с Абролатом геополотно работает уже по принципу заклинивания и фиксации. Это бесцветная жидкость с резким запахом, служащая в основном для производства суперабсорбентов. Их применяют в сельском хозяйстве для регулирования влажности почвы. Накапливая в себе влагу во время ее избыточного содержания в почве, суперабсорбенты постепенно отдают ее корням растений в засушливый период. Добавляя к акриловой кислоте спирты, мы получаем более сложные соединения – акрилаты. Акрилаты применяются в первую очередь в лакокрасочной промышленности. Название «акриловые краски» у всех на слуху. Те, кто их используют, знают, что такая краска легко наносится на самые разные поверхности, очень быстро высыхает и становится водостойкой, не горит и не образует трещин. И акриловая кислота, и сами акрилаты производятся на одном предприятии. Оно так и называется – «Акрилат» и находится под Нижним Новгородом в Дзержинске. Субтитры создавал DimaTorzok Пластиковые продукты органического синтеза окружают практичного Homo sapiens повсюду, делая его жизнь и безопаснее, и удобнее. Это один из тех кабелей, которые обеспечивают офисным компьютером выход в интернет. Информация в виде электрического тока поступает по мягкой медной проволоке толщиной полмиллиметра. Каждый провод изолирован полиэтиленом высокого давления. В целях экранирования все вместе обернуты ленты из ПЭТФ. А внешняя оболочка, которую видят офисные сотрудники, это огнестойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению кабельный пластикат. Неудивительно, что 8 из 10 частных домов в Европе утеплены пенополистирольными плитами. Купив бытовую технику, мы достаем ее из пенопластовой упаковки. Она защищает товар от повреждений во время перевозки и замечательно сохраняет тепло даже в Новый год или февральские морозы. Сама по себе окись этилена почти не применяется, но как компонент пользуется большим спросом на рынке оргсинтеза. Из него можно получить огромное множество продуктов, включая даже знакомый нам акрилометрил. У нее нет запаха и она сладковата на вкус, однако попадание этиленгликоли или его раствора в организм приводит к необратимым последствиям или даже летальному исходу. Из него делают антифризы, тормозные и антиобледенительные жидкости, растворители, а также промежуточные промышленные продукты. Вообще, многие продукты нефтехимии незаметно вошли в наш быт и сделали нашу жизнь чуть-чуть проще. Словосочетанием «полиэтиленовый пакет» сейчас уже вряд ли можно удивить современного человека. Мы пользуемся этой тарой с детства. Но привычно ли нашему уху хоть что-нибудь полипропиленовое? Все дело в том, что в отличие от полиэтилена, полипропилен в гораздо большей степени используется как часть других материалов, а не как самостоятельный конечный продукт. Например, все хлебобулочные и макаронные изделия, сахар, крупы, чипсы, хлопья, чай, кофе и майонез упаковываются в специальные пленки, в которых присутствует полипропилен. Их научное название – биоксиально ориентированные полипропиленовые пленки или попросту БОП-пленки. Этот вид упаковки можно считать абсолютным лидером последних десятилетий. В Сибуре БОП-пленку производит предприятие «Биоксплен» с заводами в Нижнем Новгороде, Москве, Курске и Новокуйбышевске. Суммарные мощности закрепляют за Сибуром статус ведущего игрока на рынке биоксиально ориентированных полипропиленовых пленок. Механизм получения БОП-пленок следующий. Вязко-тепучий расплав полипропилена пропускается через длинную и узкую, так называемую, щелевую головку. Этот процесс называется экструзией. После этого пленки по краям охлаждают, а потом ориентируют, то есть растягивают в двух направлениях в одной плоскости. Отсюда и названия биоксиально ориентированные. Затем пленку подвергают термофиксации при температуре ниже температуры застывания полимера. Хрустящие упаковки для цветов или прозрачные пакетики, в которых продаются диски с музыкой и фильмами, это и есть полипропилен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok